привет тебе сегодня у нас на очереди с тобой легендарнейшая игра 5 ночи с фредди первая часть которую я никогда в своей жизни не играла как так вышло понять не имею поэтому будем с тобой разбираться по новой смотри чё и как то получится то получится ничего обещать не могу нас будет первая ночь тут будет три видео первые две ночи 3 4 и 5 будет как отдельный я волнуюсь я безумно волнуюсь и никогда в это не играла но это выглядит очень сложным что то а овазять привет привет я решила сделать для тебя запись чтобы помочь своей первой ночной сменой ну я на самом деле уже работала здесь для тебя это было на прошлой неделе если быть точным кстати как бы это странно не звучало тебе не стоит ни о чем беспокоиться что первую неделю так так пожалуй я начну с нашего предварительного приветствия от компании который я обязан зачитать это якобы обязательно чтобы ты знал угу итак добро пожаловать в пиццерию фредди фасбера это волшебное место для взрослых и детей в котором оживают веселье и мечты фасбер интертеймент не несет ответственности за испорченное оборудование и за вашу жизнь если что-то вышло из строя кто-то умер или потерялся отчета случившимся подается в течение шех месяцев и не раньше чем в помещении произведет генеральную уборку и замену ковров шикарно хорошо звучит но я уверяю тебе не стоит волноваться да-да мы верим мы полностью верим конечно нет меня заставили петь одни и чеша дурацкие песни в течение 20 лет за 3 преды мыться я также был бы раздражен в ночное время главное помнить что эти персонажи занимают особое место в сердцах детей и заслуживают хоть какого-то уважения понял конечно итак просто пусть в порте того что они любят иногда попросить ночью они находятся в режиме свободного передвижения и это сделано для того чтобы сервоприводные замки не заклинило от долгого простоя они раньше могли ходить в дневное время пока не произошел укус восемьдесят семь да 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 человек способен жить и без лобной доли мозга да ладно чего но что только об одном если через несколько часов к тебе эти персонажи скорее всего они не смогут распознать тебя как человека скорее всего они распознают тебя как металлический эндоскелет без костюма так как они подчиняются своим собственным правилам пиццерии фредди фасмера то посчитают это неприемлемым и попытаются насильно впихнуть себя в костюм фредди фасмера все было бы не так уж и ужасно если бы костюм не состоял из перекладин проводов и других механизмов ты очень много болтаешь лишнего чел пожалуйста пространство ты почувствуешь не только дискомфорт но и умрешь спасибо твоему счастью остается лишь просвет для глазных яблок и челюсти которые скорее всего вывалятся из маски костюма приятно тебя об этом не предупреждали при приеме на работу но действительно проверь пока камеры не забывай закрывать двери при крайней необходимости береги энергию ну и давай спокойной ночи что я хочу сказать во первых он мне напоминает моих родителей которые тоже вечно говорят что я мало ем и я полностью скелет поэтому чел не страшно чел не страшно мы все это проживали насчет экономии энергии здесь ты попутал мы не умеем экономить мы не умеем это делать у нас уже 75 а у нас два часа ночи на первой ночи я не уме я не удивлюсь если мы помрем в это время так что будем сидеть здесь с кексом и вентилятором это забавно это мило это забавно так но здесь вроде кроме этих трех никого нету поэтому можем сидеть чилить болтать ничего не делать обработка шикарная жизнь шикарная сиди и не помирай по моему это намного проще чем сидеть в офисе и считать числа кроличья кроличья жопа ушла на восемнадцатую на восемь б сволочь ужасная сволочь ужасная сволочь ужасная вы двое здесь ты здесь хорошо 66 первая ночь 3 часа какой экономии вы говорите это часы или меня послушать это страшно все 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 ты ушел ее перепугалась вы чё короля ты ушастая синюшная ты чё пугаешь куда фокси еще нету шо вон 4 ночи 4 мать вашу ночь и пошел вон я я может быть и слишком мало молчу много вернее меня стресс пошел вон королина ушастая не по-моему там даже день видно пошел вон кыш рысь ты не рады здесь я деньгами делиться не буду хотя бы эти стоят на месте пошел льву пошел вон я тебе сказал чека ушла чека на кухне он вроде бы ушел к тут к тут там мама он еще там да он там морда по моему ушастая есть и здесь досматывайся ты оттуда вы уже дай прожить хотя бы ночь хотя бы первую я не прошу многого дай первую ночь пожить ты куда слиняла да ты ушел спасибо Ушла вон. Короля здесь. Вот, Федя. Федя один нормальный пацан. Сидит и сидит себе. 15%. 14. Первая же ночь. О какой экономии, простите, мы говорим? Мы справились. Мы с тобой молодцы. Мы прошли первую ночь. Сейчас, посмотрю, что у меня там. Важные переговоры. И вторая ночь. Это будет больно. Я чувствую, это будет больно. Мы с тобой будем страдать с этим временем. Вернее, я буду страдать, а ты будешь смотреть, как я страдаю. Привет. Создание, не предупредившее меня об этом. Что ты хочешь? Спасибо, тварь. тебе много времени, так как Фредди и его друзья становятся активнее в каждом днем недели. Было бы неплохо проверять камеры в то время, пока я говорю. Просто, чтобы убедиться, что все на твоих местах, знаешь. Факт в том, что Фредди чаще всего не сходит за сцены. Я слышал, что он становится более активным в темноте. И, эй, я рекомендую тебе тратить поменьше энергии. Договорились? Спасибо, мистер гений. Насколько важно освещение за дверью. Имеются места, которые не видны с камерой. И эти места как раз и находятся за дверьми. Так что, если ты не можешь обнаружить что-либо на камерах, попробуй воспользоваться освещением. И, да, у тебя слишком мало времени на реакцию. А на самом деле ты в безопасности. И я тебе уверяю. Я тебе верю. Этот персонаж привлекательен тем, что он более активен, когда камера находится в отключенном состоянии довольно долго. И я предполагаю, что не любит много внимания. И я сам не знаю почему, но в общем у тебя по-любому все подконтролим. Поговорим с тобой чуть позже. Мистер гений. Зарян вышел из строя. У меня версия на русском. Да, я забыла об этом сказать. Очень важная инфа, которую никто не заметил, естественно. Поэтому мы будем смотреть по... этому. Жопа! Пошел вон! Пошел вон, я с тобой не разговариваю. Я уже нашла себе превью, которую я буду ставить. Поэтому все прекрасно, кроме того, что меня хотят съесть. Пошел вон! 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 Мы ничего не сможем. Ты что, поёшь? Ты певец? Певец у вас Фредди. Да не ты. Чука. Чука пай. Чука. Так, ты застрял здесь. Чука, по-моему, где-то... Простите, но это очень страшно. Фредди посмотрел и решил слинять. Ты всё ещё тусуешься здесь. Ты пришла ко мне, да? Выключи. По сути, можно же проверять только вот эти две камеры и Фоксина на крайний случай. Пошёл вон. Пошли вон, сволочи. Пошёл вон, я вижу твою наглую. Пошла вон. Пошла вон. Всё, ты ушёл? Да, ты ушёл. Всё, можно включать. Выключи. Пошла вон. Это Фредди? Нет, это Боня. Мне нравится Фокси. Мне нравится вот это его тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Мне это нравится. Так, 3 ночи 35. Ваши ставки, господа. Мы живём или мы не живём? Да уйди ты к чертям собачьим. Ну какого хрена она там встала и встает, а? Яка зараза, а? Ваши ставки, господа. Те, кто поставил на то, что мы продуем, мы продули. Я ещё испугалась. Какой кайф. Ладно, давай ещё раз. Да не конец игры, давай. Продолжим. Мне это нравится. Это адреналин, поэтому пробуем. Понять не имею, что будет дальше, но мы пробуем. Давай. Ну, в принципе, я играю в первый раз в эту игру. Я еле прошла первую ночь. Про вторую я вообще молчу. Жесть. Что-то всё отвратительно. Жопа, ты уже здесь? Ты уже здесь, жопа? Так, ну, хотя бы вы сидите, да? Поэтому окей. Куда ты там шарабашишься? Оставайся на месте, сволочь. Хватит топать. Пошёл вон. Сейчас метёлку достану, буду тебя как собаку метёлкой гонять. Пошёл вон отсюда. Мы собак любим, в отличие от тебя. О, вот как раз метёлка есть. Берём метёлку и метём его нафиг отсюда. Пошёл вон робот железный. Видит он во мне скелета. Лучше б еды принёс. Визу того, чтобы костюм мне предлагать. Пока два няшек, это вот Бонни. Бонни. Бонни это тварь ушастая, которая приходит и обижает меня. Сейчас хороший, это вот Фредди. И не знаю, почему мне хочется называть Фокси Антоном. Мы будем называть его Антон. Для нас он с тобой будет индивидуальной личностью. Пошёл вон, тварь. Ты в меня в прошлый раз костюм запихнул. Пошёл вон. Сейчас я тебя буду гнать метёлкой нафиг. Всё. Чика хотя бы не здесь. Страшно. Страшно, непонятно и очень агрессивно. Всё. Кто у нас здесь? Пошёл вон. Это что было? Я хочу отдельно записать реакцию на какого-нибудь блогера, который... Что делал? Который так или иначе рассказывал про теорию ФНАФа. Мне кажется, один из таких был в Индии. Я когда-то его смотрела. Сейчас, в принципе, смотрю. Просто надо пересмотреть теории. Потому что я даже не помню, что было в укусе 87 или как-то так. До этих укусов у них было 300 миллионов. Э, 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 пошёл вон. Страшно. В чём прикол? Мы словили... По-моему, уже случайных встреч раз 15. То есть... Если я правильно помню, то встреча с Фредди... Это что-то очень редкое. Вот это и ЦМИ. Это тоже что-то очень редкое. Где вы, жопы? Всё, ты здесь и не здесь. Хорошо. Пшёл вон. Так вот, на чём я. Вот это и ЦМИ. Это достаточно редкая фигня. Мы встретили скример, в котором Боня смотрел нам в камеру. Так, пусть шарабашится на кухне. Почему мы не можем закрыть? Сволочь ушастая! Он дверь нам закрыл! Как его метёлкой выгнать? Изобрази. Хорошо. В каком случае? Я даже не знаю. Может тогда сделать немножко больше? Давай сделать 4 видео. Отдельное знакомство. Ещё раз попробовать пройти вторую ночь. Если не получится, уже тогда сделать... По 4 серии. Я не знаю. Отдельно пятую? Я вторую не могу пройти, а вы мне пятую предлагаете. Как тебе не жалко. Как вам, дорогой мой товарищ? Не стыдно? Я так принуждать. Гряню в этой игре. Так, что у нас здесь? Все на месте. Вот сидите там вы по сей час. Посидите там до 6 утра и всё. У вас целая пиццерия в распоряжении. Почему вы хотите прийти именно в эту комнату? Вот буквально холупка. Маленькая вот эта вот холупка. Нет. Нам нужно пойти именно... Именно к охраннику. Зачем? Привет, Боня. Всё. Сейчас мы ставим вот эти две камеры и проверяем только их. Привет, ты уже пришёл ко мне. Так, ладно. Честно, мне реально страшно представить, что будет на пятой ночи. Если вот эта ушастая морда приносит нам свой костюм чёртов уже сейчас. Кстати, небольшое волнение, поэтому... Я даже не знаю. Единственное, что я могу сказать, это пошёл вон. Пока мы ждём, пока это пришествие придёт, небольшая просьбочка. Конкретно к тебе, дорогой мой. Сейчас осень, сейчас холодает. Одевайся потеплее. Потому что я, лист такой, решила не одеваться. И как итог, я теперь болею. А ты? Ты не должен болеть, тебе нельзя. Тебе запрещено законом. Поэтому... Поэтому, пожалуйста, одеваться потеплее и быть всегда на этом. На веселе. А, чека у нас вообще не вставала даже ещё. Это у нас боня развлекается. Пошёл вон. Пошёл вон, ушастая тварь. Чека у нас сидит. Хорошо, но это... Это первый час. У нас уже 66 энергий. Как? Кекс, помоги, пожалуйста. Помоги мне это пережить, а? Чека? Пошли вон. Так, здесь никого. А ты? А, это чека. Чека, чека, чека. А где боня? Боня, по-моему, там. Так. Тут его нету. А где боня? Привет. Фредди? Я говорю, мы за сегодня столько найдём. Всего? Это жесть. Вырубись. Кто у нас? Чека, всё ещё тут. А где боня? Там он? Три часа. Хорошо, мы, по-моему, достигли своего рекорда. Пожалуйста. О, чека, да, чека есть. А ты... Ты, по-моему, где-то шарабашишься. Да, по-моему, да, вон кроля шарабашится. Кролю можно убрать. А ты? Пшла вон, красота моя. Пшла вон. Пшла вон. Так, понятно, хорошо. Пшла вон. Пшла вон у нас здесь. Три часа. Три часа, вторая ночь. Что же это падение? Пошёл вон, тебе сказано. Там-там-там-там-там-там-там. Мы тебя слышим. Антон, мы тебя прекрасно слышим, но пошёл-ка ты вон. Мы не любим здесь существующих. Пошёл-ка ты вон. Вон, Федя, нормальный мужик. Фёдор, сидит. И сидит себе. Так. Товарищ ушёл. Прекрасно. Так, когда мадам решила прийти к нам, да? Так. Что мадам и что господин? Пошли вон. Пошёл вон. Четыре... Четыре процента? Нам хана, потому сидим и наслаждаемся прекрасной гибелью. Поэтому наверное будет уже немножко больше серий. Сейчас сделаю чуть-чуть потише. потом потом не страшно. Привет, Федя. Можно? Не надо. Пожалей. Два часа. Всего два часа, пусть пройдёт. нет. Он нас, походу, не пожалел. Вот. Вы понимали, я поставила звук на меню, поэтому не испугалась. Ладно. Раз уж такое дело, будем уже в следующих разах смотреть. что это как потому что я не могу не за может практика поможет может что-то поможет понятия не имею это вторая ночь это всего лишь вторая ночь в общем-то спасибо что побыл со мной спасибо что попугался вместе со мной пережил этот первый опыт поэтому еще увидимся